Сегодня наш концерт посвящается 9 мая, Дню Победы во Второй Мировой Войне, Дню Памяти и Почетки. В Узбекистане этот праздник называется так. Мы в этот день отдаем дань уважения всем-всем, кто стражался на фронте, потому что это праздник светлой грусти, трепетного почтения, гордости и глубокой благодарности. С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Если мы будем помнить и рассказывать каждому новому поколению о героическом отдыхе людей того времени, независимо от того, сражались они на фронте или трудились в тылу, то память о них будет жива. Олмагенда халкан, сеней хатурэй. Сен осень нахш истин, хэйат истасыз. Сен осень сон умера айлэдин бэйон. Олэс бабалэрни баскэн, хэр ызым осень авладлэргэ истин дэмэйон. Олэрнин ягодны эзазэк кэшэн, сақты юргэлэрдэ, хатурэрлэрдэ, хатурэр мэйданны лавмалэрдэ, битэрсэн хар битэн битэн битэнгэнг. Дэлдэ хатурэнэ иманды истэклээн, дэлдэ бульсэн отамэн нэн ягодэ, чэчэк дэк көкээрсэн халкэр бауэдэ, олэс аждатлэрни юргэн гэн хэйатэ. Матэн сара она кончигэ барин, гэшэрмэй кодлэрдэн оқкан яшэнгэз. Шэхэнгэн нэр ягодны эсэн бэрнақсэ, ойаға астыгэн кэйн бауэшэнгэз. Шэнэмэн ужалылыз эйтэдээ пасына лаваным басын бэлэсэ. Отыра бауэгэг келэп башынэ, олэс кэрэп бэрнээг тэйэн үгээ бауэсэ. Хремела война, свой травағыстабрал урожай. Сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито. Време мчиться вперед, время к новым свешит кернежан. Но никто не забыл, и на вене, и что не забыто. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Разрушая и уничтожая, беспощадно сжигая и убивая все на своем пути, двигались фашисты к столице Советского Союза в Москве. Весь народ поднялся на защиту своей Родины. Уходили на промп отцы, братья, сыновья. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Этот марш не смолкал на перронах, когда враг заслонял горизонт. С ним отцов наших дымных вагонов поездах увозили на фронт. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Время тяжелейших испытаний и имоверного напряжения всем сил народа, сражающегося против беспощадного врага. Война — это тысячи разрушенных и сожженных городов и поселков, зубных заводов и фабрик, железнодорожных путей. Война — это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. Война — это 20 часов урожай, выросший на соленой отходой земле. Война — это кровавые мозоли — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. Война — это кровавые мозоли на ладонях не только взрослых, но и детей. КОНЕЦ КОНЕЦ Вспоемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем предрассветный туман. Вспоем веселей, пусть нам так поет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Героическая оборона Севастополя позволила связать боями в Крыму огромные силы гитлеровцев, понесших тяжелые потери, и выиграть драгоценное время, которое помогло Советскому Союзу сосредоточить все силы для отбора врага. Город был оставлен советскими войсками, но оборона Севастополя вошла в историю Отечественной войны как одна из самых ярких ее страниц. Сталинградская битва. Сталинградская битва изменила историю и переломила ход всей Второй мировой войны. От разгрома под Сталинградом фашисты уже не оправились, но эта победа досталась защитникам великой ценой. Каждая пять земли была пропитана кровью. Курская битва. В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Попытка Гитлера вырвать статистическую инициативу из рук советского командования закончилась полным провалом. И с тех пор до конца войны немецкие войска были вынуждены вести только оборонительные сражения. Штурм Берлина. Берлинская операция стала завершающей битвой Великой Отечественной войны. Водение столицы Третьего рейха 2 мая 1945 года означало, что гитлеровская Германия потерпела полный крат. Вечером 8 мая 1945 года в пригороде Берлины Капсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Война закончилась. Во время войны люди не только воевали, на войне они продолжали жить. На них вспоминали дом, мать, любимую, писали письма. Стихи и песни, звучавшие на фронте промежутком между боями, придавали силы, заставляли на короткое время забыть, что идет война. Помогали жить, верить в победу. Темная ночь. Только пули сесть от по степи. Только ветер будит в проводах. Тусло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, Знаю, не спишь. И у детской кроватки кайком И слезу тиранчик. И слезу тиранчик. И слезу тиранчик. Стихи и песни, И слезу тиранчик. Сберез не слышен, невесом Слетает желтый лист Старинный вальс, осенний сон Играет громадист Вздыхает, жалуясь пасы И словно забытье Сидят и слушают бойцы Товарищи мои Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эх, дороги, пыль до туманта Холода, тревоги, до степной бурьян Знать не можешь в доле своей Может, крылья сложишь посреди степени Субтитры создавал DimaTorzok 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 Алексей, Алешенька, сынок Алексей, Алешенька, сынок Алексей, Алешенька, сынок Словно сын ее услышал Он рванулся из траншеи в бой Не убит, не убит Алексей, Алешенька, сынок Субтитры создавал DimaTorzok Дома все ее читала с кино Все ждала Вот-вот сейчас в окно Посреди тревожной тишины Постучится сын ее с войны Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Диму Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На весь мирной высоте У незнакомого поселка На весь мирной высоте Мне часто связься К теме ребята Друзья моих военных дней, Земля-то наша в три лаката. Засказ, горевшая на ней, Как будто снова вместе с ней, Стою на окне, на черте. У незнакомого поселка, На безземянной высоте. У незнакомого поселка, На безземянной высоте. Война и дети. Как тяжело звучат эти слова. Война искалечила тысячи детских судеб, Отняла светлое, радостное детство. Дети войны хребнули горе полной чаши, Слишком большой для маленького человека. Сколько их было угнано на чужбину, Сколько погибло от голода, бомбежек, выстрелов, Сколько убито новорожденными. Пусть никогда, Никогда больше такое не повторится. Детская память, Сколько базарь, Много, много разных фрагментов, Слой за слоем, кусок за кусочком, Целое не сложишь, но с этим живешь. Песла, солнце, радость, Мама, папа, счастье, Лучшая подруга, Игры, купли, сласи. Шопот, страхи, ужас, Быстро, полтра, боти. Грохот и осколки, Були, полка, боти. Война, детство, Дети против войны, И паси, сердству, Слабайте, быть не должны. Война, детство, дети против войны, иметь средства, чтобы забыть эти страшные сны. Война, детство, дети против войны, иметь средства, дети против войны, иметь средства, чтобы забыть эти страшные сны. Война, детство, дети против войны, иметь средства, дети против войны, иметь средства, чтобы забыть эти страшные сны. Этим мы не должны война, детство, дети против войны. И нету средства, чтобы забыть эти страшные зли. И нету средства, дети против войны. И по соседству слова эти быть. Не должны. Узбекистан внес свой вклад в победу над фашизмом. За годы Второй мировой войны республика потеряла более 450 тысяч своих сыновей и дочерей. Их подвиг увековечен в книге памяти о невернувшемся с войны героях, состоящей из 34 комов. Тысячи узбекистанцев трудились в тылу. Республика принимала, эвакуированные предприятия обеспечивала пробу. В тяжелые годы войны Узбекистан принял более полутора миллиона эвакуированных людей. Из них более 250 тысяч были детьми. Многие семьи взяли в себе детей, ставших сиротами в военное время. Один из самых ярких примеров тому – семья кузнеца Шамахмудова. Семья, усыновившая в годы войны 15 осиротевших детей. Их подвиг увековечен в величественном монументе из гранита и бронзы в центре Ташкента. В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч советских детей нашли свою новую семью в Узбекистане. Семья, усыновившая в годы войны 15 осиротевших детей. Семья, усыновившая в годы войны 16 осиротевших детей. Семья, усыновившая в годы войны 17 осиротевших детей. Порутора в хожу сюда и в бронзе 16 осиротевших детей. Родными для них юных труд Стивильки скрывают рука И летело письмо из Ташкента на фронт Така жданная весть, живы, все хорошо Калыменую мама узбечка поет И заботой своей окружил друг о чем Засыпая, смотрели на звезды в окно Ваня, Даша, Шахноза, Микола и я Засыпая, смотрели на звезды в окно Ваня, Даша, Шахноза, Микола и я И в молитве о счастье была за мной Необъятная отчизны и большая семья Их молитва летела за тысячи везд Поднимая на бой миллионы сердцем Чтобы не было больше разлуки и звезд Да скорее, подпрочем, да не падет Сколько лет не прошло, наша память жива Там, где люди добры, не бывает сирот И все так же над крышей шумят топоря И все тем же радушием жив мой народ И все тем же радушием жив мой народ Стоя, только стоя, поймем нас помним Стоя, только стоя, павших и живых И живых обнимем и по всимке боем И расскажем миру с гордостью они Стоя, только стоя, павших и живых Стоя, только стоя, павших и живых Отболели тяжелые раны в воде Но далекого ужаса верность хранят И стоишь и молчишь у святого огня Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал Хоть друзей хоронил, и хоть насмерть стоял Почему же ты замен на сердце ладони И в глаза, как ручья, отразился огонь Говорят, что не плачет солдат, он солдат И что старый равен к ненастю поля Но вчера было солнце, и солнце с утра Что ж ты плачешь, солдат, у святого огня Посмотри же, солдат, это юность твоя У солдатской могилы стоят сыновья Так о чем же ты думаешь, старый солдат Или сердце болит, или раны болят Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал Хоть друзей хоронил, и хоть насмерть стоял И в глаза, как ручья, отразился огонь Порой, что солдат Вскровав непришедшие поли Не в землю нашу поли Не в землю нашу поли Как час и печат Мы замолкаем, глядя в небеса Летит, летит по небу, и устал Летит, летит по небу, и устал И в том строю есть промежуток мала Быть может, это место для меня Настанет день, что радует Яковлый будет такой же сизой небе И из-под небеса Паптичий окрикал Всех вас того Останет на земле Паптичий окрикал Паптичий окрикал Старший сержант воевал военно-воздушных сил На Украинском фронте Принимал участие во взятии Вены и Венопешта Награжден орденом Отечественной войны Староскетин Медалями за отвагу За взятие Вены За победу на Германии В Великой Отечественной войне Яковлый Путар Мой прадедушка В октябре 1941 Был призван на Московский фронт Получил тяжелое ранение Но после госпиталя Вернулся на фронт Победу встретил в Берлине Награжден орденом Красной звезды И медалями за отвагу Филолог Федорович Мой прадедушка Призвел 17 октября 1931 года В 55 апреля Субботу звания Сержанта Находился на капитализации Странения в сентябре 1931 По апрель 1932 С 1943 года Участвовал в великолепации Раневых в поле боя Награжден медалями за отвагу И за боевые на суде Вочаров Иван Натильевич Мой прадедушка Участник Великой Отечественной войны Старший сержант Воевал над рейтингом В Белорусском фронте Награжден Награжден Опером Красной звезды Отбирание Отечественной войны Первой и Второй степени Медалями за отвагу И за победу над Германией Великой Отечественной войной В 1947 году В 1945 году В 1945 году В Таштоком Станисином Федоровичем Мой прадедушка Старший полгод И за победу У Сверху В Таштоком Мой прадедушка Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Добавил 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 Дорогие друзья, я бы хотела поблагодарить всех учеников сегодняшнего концерта, наших педагогов и их замечательных учеников. Спасибо вам большое. Поблагодарить наших гостей. Это ученики военно-музыкального академического лицея Национальной гвардии Узбекистана, дирижер Данил Йорк Хабданов. АПЛОДИСМЕНТЫ Это наш гость, царист-вокалист, государственного музыкального театра, коллектив Валерий Климов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И хочу сказать вам, дорогие друзья, что вы пришли посмотреть наш концерт, и благодаря тому, что вы к нему неравнодушны, потому что из всех концертов, это единственный концерт, к которому нужно относиться совершенно по-другому. И эта дата, это праздник, единственный, который отличается от всех. Спасибо большое за то, что мы будем всё это помнить, учить этому наших детей, и с праздником! Звёзд Победы! Звёзд Победы! Спасибо.